Что он тут замерял, не знаю. Здесь у нас не хватает. На маленькой части двери переборсил. Она не закрывается. Говорят, дьявол кроется в мелочах. С этим выражением согласны жители дома 133 по улице Юбилейная. Совсем недавно в нескольких подъездах у них сделали ремонт. Однако претензий к выполненным работам у собственников хоть отбавляй. Сняли ящики, стенд оставили. Убрала сама стенд. Пока делали ремонт, одну секцию качественных ящиков помяли. Попросила поменять. Поменяли, но все ячейки закрыли, а ключи внутри остались в ячейках. Светлана рассказывает, что порой доходит до абсурда. Например, на выкрашенных перилах вместо таблички «окрашено» оставили кисть в краске. Траву скосили только в конце августа, а вместо ремонта кровли починили козырьки на подъездах. С крышей в этом доме действительно проблемы. Плиты крошатся, водостока нет. А с другой стороны дома полным ходом идет разрушение кирпичной кладки. Теперь под осенним дождем новенький ремонт вновь безжалостно покрывается рыжиками. Крыша-то по-прежнему протекает и не только в подъездах. Из окна, если выглянуть, там вот видно кладка вот эта кирпичная под крышу. Они напихали туда кирпичей. Они как-то вот так вот все сложены, непонятно. Писали один раз, второй раз. Они только заверяют наши заявления. Реакции никакой. В удручающем состоянии и подвал 133-го дома. Вот такую экстренную помощь оказали прогнившей трубе сами жители. И уже два месяца, по их словам, ждут нормального ремонта. Также у дома прогнили отмостки. И теперь вся вода с улицы заливается в подвал. Мы хотим, чтобы выполнили работы. Чтобы вот то, что мы даже в план вносим, чтобы выполнили работы. Потому что мы понимаем, что наш дом, в принципе, уже скоро будет в аварийном состоянии. Вот с таким обслуживанием. Наша съемочная группа встретилась с Артемием Железновым, начальником управления по связям с общественностью управляющей организации «Околица». Он рассказал, что по итогам весеннего осмотра был создан план работ по обслуживанию дома 133 на улице Юбилейная. И теперь коммунальщики придерживаются этого плана. Что касаемо ремонта подъездов, также были заявления от жильцов. Соответственно, данный ремонт начала делать управляющая организация силами подрядчика. А что касаемо протечки кровли в подъезде, то есть на момент осмотра весеннего дома этой протечки не было. То есть она появилась в летний период, именно в летний период. В подвале же, по словам Артеми, сейчас ведется локальный ремонт стояков водоснабжения и канализации. А вот замена временных деревянных подпорок начнется после старта отопительного сезона. Жильцы, однако, не готовы ждать и уже в эту субботу организуют собрание собственников. Пригласили на эту встречу и представители управляющей компании. Что ж, будем надеяться, найдут общий язык. В противном случае, напоминаем, коммунальную организацию при желании всегда можно сменить. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев, Владимир Покровский. Наши новости.